Мы сегодня с вами слышали в Евангелие священие о том, когда Господь наш, Иисус Христос, проповедуя Слово Божие, вот проходил, подняли дороги в Палестины, и Его приглашало множество людей, проходили к тому с разными просьбами. И вот во время шествия такого, на настоянии, Господи подошли 10 прокаженных мужей. Мы уже неоднократно говорили о том, что такое проказа, что это очень опасная болезнь, такое заболевание, что им нельзя было общаться и подходить близко нашим людям, чтобы не стать причиной заболевания других людей. И вот они стояли из-за этого, вынуждены были стоять на определенном расстоянии от Спасителя, и вопрошали Его, обратились к Нему с просьбой. Вот эта просьба сделала их очень близкими к Христу. Они приблизились настолько, что стали быть слышны и просили о том, чтобы Господь их очистил. Господь им сказал такие слова, что «пойдите к священникам и покажитесь». Что это означало? Означало то, что священник должен был засвидетельствовать по известным им признакам, он должен был искать степень опасности этого человека, болезни, с кем можно где общаться, где можно находиться, где пребывать. Здесь не было необходимости идти к священнику за свидетельством, потому что явные признаки болезни были налицо, они были больны и сами это понимали. Есть только один смысл, который вкладывается туда, что «пойдите, и я исцелю вас». И вы, когда придете к священнику, то будете уже исцелены. Другого нет никакого смысла в прославании к священнику. Вот эти люди отправились к послову Христову, они пришли, прошли некоторые остальные, и вдруг увидели, что проказа исчезла. Исчезла полностью проказа. И вот что же, 9 из 10 пошли благодарить, показываться священнику для того, чтобы соединиться с родными, для того, чтобы войти во всем людей, с которыми общались прежде, для того, чтобы стать полноценными гражданами общества. Один из 10 только. Вот повернулся обратно и пошел ко Христу благодарить его за садеб. Вот этот человек, как мы выяснили, 9 были иудеи, а 10 был самолянин. И он, несмотря на то, что был самолянин, он оказался из них единственным человеком, который поступил правильно. Пришел благодарить того, кто исцелил его. Пришел и услышал слова, что «держай вера твоя, спасай тебя». Вот братья и сердца, в этом очень много смысла сказано. Потом все и нет возможности пересказать. Но хотя бы в этом. Посмотрите, первое, что для нас, для всех людей, открыт путь ко спасению. Если посмотреть на человечество, то эти люди, все мы люди, во все времена были поражены духовным прокатом. Были и есть. И те, которые после нас придут, и те, которые раньше будут тоже так же, больны, как и люди. Поэтому знать, что сами по себе мы не можем не стерлиться. Что бы они делали? Может исцелить только русской. Для этого надо к нему приблизиться. Мы находимся в бездне падения. В глубине такого падения, с которой возможно даже увидеть веру. Если кто-то честно на себя посмотрит, то он это увидит. И из этих обезда, и возможно приблизиться ко Христу только единственным способом, молитвом. Истинное моление. Истинное просьбе. Это молитва, приближая человека к Богу. И делать его совершенно близким для Бога, чтобы Господь мог исцелить. Если мы посмотрели на этих девять иудеев, которые, в общем-то, впоследствии распяли Христа, то эти люди птичли с тем, что они принадлежат правильному роду. Мы дети Абрама, помните, чадо Абрама утверждали. Этим уже вникали себя на спасение. Мы тоже с вами избраны люди, потому что христиане. И думаем о том, что эти мы уже спасены. Нюх нет, братья и сестры. Вера, в мое спасение, сказал Христос. Вера нужна. Вера не то, что исцелит меня, Господь. Вера не то, что Господь меня спасает. А вера, это и есть суть по западным божьим. Меня верует тот и любит тот, кто ведет мои западные, сказал Спаситель. Поэтому в этом и заключается смысл. Я вам на каждой пропаде говорю о покаянии. И уже, может быть, вам хотя бы что-то радостно услышит. Но всякая пропадь пуста, если она не призывает человека покаяния. Почему это так? Потому что мы с вами всегда находимся в глубине падения. Не всегда это ощущаем. Когда Господь попустит нам, и мы увидим в том, мы не увидим то состояние, в котором прибывали. Мы хоть немножко увидели, открылось для нас наше падение. Вот тогда нам ничего не нужно объяснять. Нам только надо идти и каяться. И просить Бога и блага. А чуть-чуть успокоились, то мы сразу и забыли. Нам кажется, что все хорошо. Что мы более-менее нормальные люди. Вот так размышляли и эти девять человек. Они стали нормальными, да и пошли. А нормальности той и нет, не настало. Один только был нормальный, который пришел искать благодарительность. И этот способность над собой глаз Божий о том, что вера – вера – вероятное спасение. Вот это, братья сердце, мне хочется вам об этом и рассказать, и на этом заострить внимание, чтобы вы поняли, что мы люди падшие. А раз ты падший человек, и занимаешься делом своего спасения, что значит занимаешься? Пытаешься побороть страсти с ними. Страсти и пороки этих страстей. Пытаешься, потому что не можешь жить, поворот сам. Но пытаешься, и Господь может дать тебе это исцеление. Можешь заметить, как избавиться от твоего порока. И может быть даже победил ту или иную страсть. Это и есть смысл человеческой жизни, для того чтобы войти в нормы человеческого диета. Потому что страсти указывают нам на те границы норм человека, которые для нас существуют. А в противном случае то, что выходит, является нормой. И вот когда мы с вами начинаем спасаться, когда мы начинаем жить по-западнему, пытаться жить по-западнему, вот для нас и открывается наша Академия в том, что мы этого не можем сделать. Казалось бы, как просто сказать, любите друг друга? Ну что тут сложно такое? А как мы можем любить это? Ну, совершенно не можем любить. Потому что если даже кто-то себе внушает любовь, то это любовь такая мечтательная. Вот я люблю всех, а коснись немножко тебя, и увидишь, какая там у тебя любовь. Никакой нет любви вовсе. Ни к человеку, ни к Богу. А причина в том, что любовь основывается только на одном. Основание любви, фундамент, есть смирение. А смирение, никто же им не доискивался. Смирение это никто и не думает. Да я вот такой раздражительный, я такой. И с детьми так разговариваю, с внуками, и со старшими, и с дедушками, и с начальством. Более того, начну дерзить начальство даже, вот, мечтать. Мне это очень классно, такое течение в церкви сейчас появилось, о том, что противиться властям. Вы читайте, в страстях, что такая восьмая страсть, иммунная гордыня. Вот, что там написано, не по именению властям. И церковь, слышите, как молится на литургии? Не молится о православных властях и воинствах, а молится о всех властях. Властях и воинствах и я, помяню Господу. Не разделяй. Поэтому, вместе власти, я как же не дана Богу. Но мы должны понимать, что тогда мы поставим такие условия, что нельзя свергать Нерона. Нерон совершал мерзости, убивал людей, а церкви не свергал. Церковь не восставала против него. Она восставала против душевых учений. Да, вот, но каким образом? Путём крепкого покрепления веры. Они восстали каких-то забастовок или высказок. Но, братья и сестры, надо научиться нам, как быть настоящими православными христианами. И в это время трудное для наследия, очень трудное время. Потому что, во-первых, мы с вами развращены уже этими революционными годами, вот, и революционным учением, что надо всегда доказывать свою правоту, свою точку зрения. И мы, как православные люди, забыли, что это не доказывается словами. Дело не доказывается. Когда ты приходишь в дом, а муж тебя пьёт беспросыпно. Беспросыпно. Вот, и ты ему начинаешь внушать и ссориться с ним до конца. Разве это хоть раз привело к пользе? Никогда же. А когда ты начнёшь молиться, плакать о грехах своих, молиться о своём муже, о своей второй половинке, вот тогда же ему, то он однажды скажет тебе, что я пойду, наверное, с тобой церковь. Что-то со мной такое нелание творится. Вот, братья и сестры, над этим нам надо и задуматься с вами. Надо понять о том, где мы находимся. А находимся мы, я уже объяснил уже, в глубине страшного падения. Откуда ни вылезть, ни взглянуть наверх невозможно. Но отчаиваться в этом состоянии не надо. Потому что мы услышали, как Господь призывает людей через молитву. Раз, и сблизила молитва этих людей, которым-то и нельзя было сообществу людей подходить. Они пришли и услышали были, и получили исцеление. Будто и вам, братья и сестры, так належат поступать, приземным. Заботиться о своём спасении. Для того, чтобы увидеть, зачем мне нужен Христос, от чего мне надо спасти, для этого и откройте замыли христианские. Для этого и откройте добротелюбие, или первый дом аскетических пользователей святителя Игнатия, страница 183. И почитайте, что такое страсти, какие пороки этим страстям и как с ними бороться. Вы увидите, когда всё откроется, когда станет понятно, что нам делать, от чего нас надо спасать и к кому надо устремляться. Аминь. Два следующих поединований. Распоминаю. 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 Распоминаю.